вы посмотрите только на эту красоту ребята как же я люблю лес обожаю просто настолько релаксируешь когда катаешься и этот запах свежий запах какой-то грибной какими-то даже травами я бы сказал листвой опавший необычайный запах я просто дышу полной грудью живу полной жизнью обожаю обожаю еще раз обожаю посмотрите на эту красоту как-то быстро очень наш лес опал листва слетела в одночасье желтел желтел и просто в один миг в дар или морозы был очень ветреный день просто вот вся листва слетела сейчас выехал прокатиться думаю подсниму видосик солнышко припекает и вот сейчас даже жарко мне в такой одежке одел курку свою осенне-зимнюю а так в принципе ребята у нас похолодало конкретно ночи уже такие минусовые вчера ехал на первую смену 8 утра ком показывал плюс один но я ребят вот в этих перчатках они мне немножко малы немножко впритык я не знал куда руки засунуть честно такой дубарь стоял просто ехать мне 20 минут до работы я за эти 20 минут просто чуть в льдинку не превратился к вечеру конечно уже более-менее нагрелось все ехал уже было плюс 7 но утром конечно жесть ну а сейчас вот хорошо да кстати ребят всем привет не поздоровался вроде сегодня у нас 27 число у меня ночная смена я выглянул в окошко смотрю солнышко думаю такая погода хорошая чем не прокатиться лишний раз в лесу она хорошо и для здоровья и вообще для общего состояния когда сидишь дома за компом постоянно киснешь вот в это время осенне-зимнее она так утомляет какого-то превращаешься старикана блин но вот когда рванешь по леску километров 10-15 на вельчике прокатишься чувствуется знаете такая жизнь начинает бить ключом чувствуешь себя совсем по-другому чувствуешь себя действительно здоровым человеком полным энергии полным жизни он велосипедисты катаются сегодня несмотря на то что рабочий день это здорово только что там проезжали отец сына маленьким приобщают малышей это тоже прекрасно листья пожухли уже опали деревья все почти голые только верхушки вот еще остались кстати мне с 11 этажа очень хорошо видно а было так красиво такое все было желто-оранжевое очень красиво вот так вот и даже в преклонном возрасте и даже не только мужчины все катают от мала до велика это замечательно кстати я вот часто катаюсь в лесу особенно старшее поколение очень много гуляют людей это хорошо и очень хорошо что у нас есть вот эти велодорожки но они конечно не совсем велодорожки в плане того что насыпная грунтовка и в том плане что здесь просто гуляют и с собаками и просто с семьями и с колясками и пешеходы и бегуны и на скутерах катаются бывает и мотоциклисты тут гоняют когда-то когда там блоки не стояли еще на входе на выезде даже на машинах умудрялись конечно это неправильно но хорошо что поставили блоки да ребята тема сегодняшнего разговора будет у нас брукс кожаный брукс б-17 я уже как говорил хочу раскрыть максимально эту тему потому что сам когда искал информацию залез на ютубе полно распаковок сплошные распаковки ну и в редких случаях там обработка профайдом кожаного брукса поэтому я решил в корне поменять ситуацию и дать немножко больше информации для тех кто в поисках кто ищет кто сомневается кто хочет кто думает вот я уже часть роликов подснял и сегодня мы поговорим о прикатке брукс б-17 карлит спустя 300 плюс километров я честно говоря не знаю сколько я протяну в этом сезоне но в том году я докатал до двадцатых чисел декабря уже когда начали выпадать снега было бесполезно ездить ну скользко гололёдится и честно говоря и мерзляк в принципе в ноябре уже когда морозы мне очень холодно конечно так вот покататься едешь износа течет все это вытираешь и она не комфортно совершенно потому я максимально тяну до последнего когда уже выпадает снега и уже потом прекращаю как правило это конец декабря январь-февраль а потом снова начинаю свой сезон таким образом я его растянул максимально для себя потому что раньше я вообще начинал в апреле и заканчивал уже там в начале октября она и на работу ребят мне удобно так сел на велосипед ни от кого не зависишь спокойненько 20 минут в удовольствие прокатился отлично почему-то пешком идти до метро 15 минут потом в метро 5 минут потом выходишь из метро снова пешком там минут пять кумарит такое еще столпотворение тем более в наши времена там диск скопления людей так сам себе на уме сел погнал нормально заехал в трущобы ребят сейчас тут немножко расскажу про свою прикатку про седло брукс b17 с вырезом и уже поеду прокачусь там кружочек сделали домой сегодня как я уже говорил ночная смена еще есть дела некоторые надо сделать тизер на прошлый видос в пятницу выпущу вот так что я хотел сказать по бруксу по кожаному бруксу b17 на сегодняшний момент я еще прикатываю это седло и и проехал я проехал я на нем ребята 387 километров еще немножко будет 400 и что я хочу сказать вопрос прикатал ли я это седло прикатал ли я его в полной мере ответ будет такой я думаю что я его прикатал процентов на 70 на 80 наверное это точно как мне кажется по моим ощущениям продолжается ли процесс прикатки да он продолжается потому что но нельзя вот так вот сказать да что вот на сегодняшний момент я его прикатал и все на этом все нет процесс продолжается но седло обрело уже максимальные свои характеристики она приобрела вот те качества мягкости комфорта удобства насколько это возможно поэтому я думаю что процесс прикатки будет продолжаться и дальше и после 500 километров и может быть даже после 1000 пока она не приобретет именно уже совсем эту основательную форму да у с теми двумя просаженными ячейками под ваши седалищные кости и давайте же с вами посмотрим что же с ним произошло спустя 380 километров прикатки ребят кожа стала очень мягкая очень мягкая но я не скажу что она прямо она конечно уже не тот дуб как из коробки но тем не менее вот я просто одним пальцем спокойно прожимаю вы видите насколько она подвижная насколько она гибкая кожа стала очень мягкая очень мягкая со всех сторон прожимается заушины вот в этих местах где сижу кстати вот здесь вот уже появились такие ямочки небольшие и да ребята шнуровку я ослабил вот посмотрите у меня она совсем слабенько слабенько сделал это для того чтобы не было деформации вот этих заушин когда вы садитесь заушина стремится также вниз если у вас жестко закреплено вот здесь вот вот этим шнурком получается у вас потом здесь такие вот щеки выдувает поэтому я ослабил шнуровку ее также можно подшнуровать под рейлы и таким образом вы решаете эту проблему седло у вас останется красивым и не будет такой вот излишней деформации то есть вот сейчас вы видите да я сажусь например на него и заушина спокойно опускается вниз деформации не происходит поэтому моя рекомендация всем у кого седло со шнуровкой ослабляйте особенно в момент прикатки либо подвязывайте под вот эти вот рейлы тогда у вас все будет хорошо что я могу сказать ребята по этому седлу ощущение полного комфорта это даже вот сложно описать словами оно пришло вот спустя 300 километров прикатки я даже не знаю как вам на словах описать вот это чувство которое испытываешь когда садишься и катишь это просто вот знаете полнейший комфорт просто максимальное удобство и какое-то чувство неописуемое знаете такое ощущение что ты в своей нише ну вот как-то так я не знаю просто словами этого не описать нужно просто сидеть прикатывать ездить и чувствовать поэтому ну как я передам вам эти ощущения просто сравнивая с теми седлами что у меня были на мтбшке два седла я менял обычные стоковые китайские потом стоковое седло самого прайд рокс тура затем c17 легендарный да уже нашумевший и такой противоречивый скажем так в кругах велосипедистов c17 cambium это также брукс но только каучуковый и наконец кожаный брукс но я вам хочу сказать что вот их кожаный брукс но это топ это просто вот но я не знаю все вот эти седла которые я перечислил но просто рядом не сидели мне очень нравится каучуковый брукс c17 очень нравится и я на нем себя достаточно комфортно чувствую но кожаный брукс и c17 каучуковый это как небо и земля вот серьезно возможно я говорю банальные вещи да мне об этом постоянно говорили и сергей семкин и саня губка вот ребята которые катают на кожаных бруксах но я как-то думал ну ну насколько она может быть комфортней ну может быть там чутка до за счет этих своих ямочек которые вырабатываются в процессе прикатки под ваши сидели лишние кости но вот реально вот хотелось бы описать это словами но невозможно к сожалению к сожалению просто вот вам придется поверить на слово ребята и в то же время я понимаю что могут быть такие разговоры от ну конечно тебя надо хвалить она же дорогое седло да она достаточно дорогое но ребята она не настолько дорогое чтобы невозможно было его купить вот там два месяца подкопить и можно вполне себе позволить такое седло то есть цена до высокая но в то же время она скажем так более-менее нормальная поэтому у меня никакого желания никакой подоплеки там расхваливать седло только потому что я потратил на него денег нет абсолютно единственное что я сейчас ехал знаете подумал о том что интересно если бы вернуться сейчас на год назад когда я купил c17 купил бы я его познав дзен на кожаном седле и я себе ответил что наверное нет ну потому что реально комфорт на кожаном седле и тот комфорт который я испытал на c17 это довольно таки разные комфорты я думаю что если бы меня сейчас можно было вернуть на год назад я бы сразу купил кожаный брукс сразу бы купил кожаный брукс и мне этого седла было бы достаточно вот так вот за глаза тем не менее c17 cambium я себе оставил как я уже говорил она мне очень нравится как внешне по дизайну так и по своим характеристикам у него свои плюсы и минусы у кожаного седла свои плюсы и минусы все мы знаем что не существует просто каких-то вот идеальных вещей поэтому я решил комбинировать но вот сейчас катаюсь и даже не знаю думаю а наступит ли момент когда мне придется поставить на велосипед обратно c17 cambium будет ли ты такой момент вообще в моей жизни не знаю может быть дожди пойдут придется поставить может быть какая-то поездка будет где я не буду уверен будут дожди или нет не знаю в принципе чехол есть кожаный брукс меня всем устраивает и поэтому ну посмотрим ребят пока продавать c17 не буду но тем не менее я в восторге от кожаного брукса я в восторге ребят мне об этом говорили не раз я об этом думал я собирался его покупать я собирался его прикатывать я это сделал и сейчас вот езжу на работу катаюсь и всегда думаю о том как же мне в ролике передать вот это чувство максимального комфорта как же это возможно сделать максимально словами чтобы вы почувствовали насколько это большая разница я думаю что это невозможно это нереально просто вот достаточно моих эмоций моего рассказа если вы поверите на слово то это реально работает вот и поэтому мне не совсем понятно ребята которые там покупали брукс кожаный брукс и просто перепродавали потому что он не зашел я просто для себя сделал вывод ну просто предположил что возможно возможно есть такие люди но я думаю что просто на этапе прикатки у них произошло вот этот диссонанс да когда там прикатываешь у тебя все горит вот и они просто поспешили и продали хотя нужно было прикатать вернее до прикатать и все было бы отлично хотя я по себе могу сказать ребята чувство дискомфорта у меня было минимальное это было давление на мягкие ткани спустя 20 километров прикатки то есть в первый день прикатки я проехался 30 километров и последние 10 из них я чувствовал дискомфорт все больше на протяжении этих 380 километров я чувствовал только комфорт и чем дальше тем более этот комфорт проявляется расцветает как цветок я думаю что дальше будет еще лучше я просто думаю что мне повезло не знаю может быть какие-то особенности организма я смотрю по ямочкам которые вот образуется у меня очень узкие седалищные кости может быть в этом причина вот может быть особенности строения организма может быть все в совокупии вот уход за кожаным бруксом методы прикатки я катаюсь понемногу в основном это на работу и с работы это чаще всего километраж небольшой 12 километров и поэтому дискомфорта я не чувствовал больше я ну я себя причисляю к людям которым просто повезло и они испытывают комфорт сразу просто вот когда покупает кожаный брукс есть такие люди вот отзывы в интернете очень много таких отзывов ребята рассказывают что вот сразу почувствовали комфорт вот то же самое было со мной и как я уже сказал этот комфорт продолжает нарастать седло размягчается получается что первая прикатка у меня первый день было 30 километров и потом понемножку по 12 километров вот таким вот маленьким километражом в принципе его раскатывал ну катался конечно бывало и по 20 километров и по 25 когда выходные по лесу и по велодорожке вот но то есть у меня не было такой вот катки там в 100 километров чтобы я промчался я думаю что возможно тогда бы я почувствовал какой-то дискомфорт в момент прикатки но вот именно мой метод прикатки он показал себя очень хорошо но при этом ребята я хочу сказать что я очень тщательно ухаживал за бруксом как я уже говорил я почитал на сайте там есть информация что в момент прикатки особенно райдером с легким весом таким как у меня там 65 60 килограмм необходимо через каждую сотню километров во время прикатки полностью пропитывать профайдом специальной смазкой от брукс само седло как с внутренней стороны так и с внешней я так и сделал получается что я купил седло полностью пропитала его профайдом проехал со 100 километров снова пропитал проехал со 100 километров снова пропитал проехал со 100 километров снова пропитал и того получается у меня четыре полных пропитки я считаю этот фактор немаловажным потому что вот дружбан саня губка он купил седло такое же промазал его профайдом и все и тысячу километров примерно он говорит страдал мучился уже готов был просто выкинуть задница горела ну по сути получилось что вот он как бы на сухую раскатывал седло потому что кожа очень жесткая из коробки она сухая и соответственно когда вы пропитываете профайдом сама кожа напитывается этой смесью до этой смазкой и становится мягче пластичный и процесс прикатки происходит более скажем так облегчен поэтому это немаловажный момент ребята я думаю что если взять два седла посадить двух одинаковых райдеров и один райдер будет через каждые 100 километров момент прикатки пропитывать профайдом а второй просто один раз это сделает и все то вот первый райдер гораздо легче все прикатает и безболезнен чем второй но это моя такая думка ребята поэтому как бы высказал свое мнение седлом я очень доволен на туринге как я уже говорил она смотрится очень хорошо очень гармонично ничего меня не смущает абсолютно вес меня также не смущает потому что это туринг и на него надо навьючивать и катосить путешествовать поэтому я не спортсмен ребят заушины меня не беспокоят абсолютно я наоборот смотрю на эту красоту и не могу нарадоваться кстати что хотел сказать когда начал прикатку и пропитывал седло профайдом как я уже говорил профайт это смазка специально от брукс она пахнет таким вот каким-то и ловым я не знаю может быть можжевельником какими-то специями очень вкусно пахнет запах там ну там и отдушка от так есть такое растение центронелла вот именно она дает этот приятный запах поначалу седло просто благоухало так что я не мог я ходил его нюхал постоянно наслаждался и постепенно заметил что вот после четвертой где-то пропитки запах уже сменился то есть седло настолько пропиталась и она настолько быстро впитывает этот профайт эту смазку сейчас больше превалирует запах вот чистой кожи знаете он уже не настолько выражены явно выраженный но вот именно уже запах профайда быстро проходит как-то он еще чувствуется но все равно вот знаете когда вот понюхаешь седло каким-то фетишизмом попахивает но тем не менее когда понюхаешь седло оно пахнет очень вкусно каким-то узнаете смесью такой вот чистой чистого изделия из чистой кожи и где-то отдаленно оттенки вот именно вот этой центронеллы до этого растения очень приятный запах поэтому ребята вот эту информацию я хотел вам выдать потому что реально вот для тех кто в поиске кто хочет найти информацию ну кроме распаковок по бруксу по сути и пропитки профайдом никакой информации нету поэтому я решил немножко поломать в этом плане саму структуру ютуба и добавить побольше таких видосов побольше как его называют да фидбэк до обратные отзывы вот побольше такой информации чтобы было по прикатке по нюансам по каким-то эмоциям по впечатлениям понятно что этот шаблон мой шаблон скажем так или моя ситуация с кожаным бруксом она не подойдет под каждого из вас то есть вполне возможно что кто-то купит седло посмотрев мой ролик и подумает вау класс начнет прикатку и почувствует дискомфорт и будет потом матюкаться страдать и так далее ребята все это временно нужно просто перетерпеть катайте чуть меньше может быть километраж уменьшаете вот и все будет хорошо все будет отлично я не знаю еще ни одного случая чтобы вот брукс приносил страдания кожаный брукс вот в моем случае это получилось вот так то есть первые 30 километров у меня было ощущение дискомфорта легкого все больше я его не чувствовал что еще немаловажно ребята очень важно выставить правильный угол правильный угол я уже об этом говорил правильный угол и высоту высоту седла я первые дни ездил с ключиком вот у меня под сидел на двух вот таких вот болтиках под шестигранник и я просто катался и немножечко то задирал носик то припас приспускал если я чувствую что я съезжаю я немножко задирал если я чувствовал что у меня появлялось некое давление в промежности вот здесь вот немножко приспускал и таким образом ребята я нашел для себя самое комфортное положение зафиксировал его двумя болтами и все теперь смена седла у меня происходит просто выкручиваем вот этого болта расслаблением зажима подседельного снимаю прямо с подседелом и второе седло у меня c17 cambium каучуковая она также на подседеле уже выставленная я просто его ставлю выставляю по высоте и все поэтому это тоже очень важный момент найдите свое удобное положение не руководствуйтесь вот тем принципом просто что поставить сюда вот этот уровень да по уровню выставили это неправильно потому что я уже говорил об этом у всех у нас свои особенности своя анатомия и одному нужно ездить с носиком задранным другому с приспущенным но вы должны почувствовать это сами в местах вот этого выреза ребят посмотрите насколько седло пластичная мягкая просто вот одним пальцем если вы посмотрите видос мой обзор распаковка я там не мог двумя руками продавить просто из коробки седло сейчас вот просто пальчиком посмотрите насколько она гибкая она все подвижная она все flex it и за счет этого на ухабах вы едете просто как в гамаке я вот честно говоря не знаю насколько по жесткости отличается седло стандарт b17 стандарт без выреза но тем не менее она где-то близко почему даже есть такая рекомендация райдером с легким весом таким как я там 60 до 70 килограмм рекомендуется седла с вырезом то есть это линейка карвид ну бывший империал райдером которые там именно такие тяжеловесы да там под сотню или больше им рекомендуется все таки такие b17 стандарт без выреза есть предположение что b17 стандарт немножечко немножечко может быть чуть жестче чуть жестче за счет отсутствия вот этого выреза ребят то есть у b17 стандарт цельный кожаный кусок и соответственно он имеет свою жесткость конструкции как я уже говорил любая перфорация любые вырезы они привносят как бы послабление в конструкции в жесткости и вот вы видите да насколько седло подвижное в местах выреза особенно особенно получается вот двумя косточками сижу примерно вот здесь вот и и седло подо мной флексит и я ощущаю полный комфорт красавчик вообще просто красавчик обожаю чудные дела ребят творятся когда-то я был противником крыльев когда-то мне кожаный брукс внешне не очень нравился но действительно человек ко всему привыкает и сейчас я смотрю на эти вещи немножко по другим углом конечно же мне все очень нравится и велосипед смотрится достаточно симпатично я не знаю конечно на вкус и цвет товарища нет но тем не менее туринг именно в данном случае прайдрокс тур 2019 года очень хорошо принял на себя эти аксессуары очень красиво все это смотрится подчеркивает линии сам кожаный брукс я не вижу никакого диссонанса ребят я не знаю может кому-то не нравится ради бога единственное чем я могу пожалеть ребята хотя принципе стараюсь не жалеть ни о чем в своей жизни это то что все эти годы просто мурыжил свою задницу мурыжил свою пятую точку непонятно на чем страдал и мучился думаю ну вот оно счастье было рядом в принципе и об этом не раз говорили но как говорится не попробуешь не познаешь поэтому каждый постепенно приходит к чему-то своему для меня более комфортного седла не существует я остаюсь на кожаном бруксе также у меня есть c17 но практика покажет насколько я буду их менять буду ли менять то что я остаюсь кожаным бруксом во всяком случае на ближайшие и на будущее какие-то времена это сто процентов это сто процентов и я просто уже жду не дождусь летнего периода когда мы поедем снова путешествовать куда-нибудь катосить далекие километражи и я хочу его протестить именно вот таких полевых условиях на дальниках именно в поездке в походе чтобы сравнить насколько мне было комфортно на c17 в нашем летнем с ребятами путешествие все познается в сравнении поэтому хочется конечно поехать на кожаном бруксе попутешествовать насладиться и я просто предвкушаю кстати спустя вот этот весь километраж 380 километров ничего у меня ребят не скрипит как вот сергей съемкин рассказывал да что у него скрип появлялся не то кожа скрипела не то сам болт когда попадает песок может быть где-то вот там сочленение между гайкой ну кстати лечится очень легко ребят просто сюда пшикнуть в дэшкой либо капельку масла и все это прекращается вроде если конечно не скрипит сама кожа но в моем случае не было никаких вот вообще поползновений на это дело все очень тихо все очень хорошо все по фаншую я думаю что в этом сезоне я не выкатаю 500 километров на этом бруксе но продолжу прикатку уже в следующем сезоне с весны и дальше буду наблюдать смотреть и рассказывать какие-то подробности какие-то интересности когда будет возникать желание потому ребята что я могу сказать советовать ничего не буду потому что это неблагодарное дело особенно что касается все дело настолько индивидуальная штука настолько индивидуальная вещь поэтому тут споров батлы такие стоят что мама не горюй не хочу ничего советовать решайте сами информация есть голова у каждого на плечах есть думайте анализируйте есть возможность пробуйте вот приходите сами через свой опыт приходите через опыт друзей это ваше личное дело я для себя прошел какой-то путь я выбор для себя сделал я прочувствовал реально эту тот комфорт который не надуманный ребят не надуманный просто катаюсь и наслаждаюсь чего и вам желаю все два к сожалению это тот аксессуар который как говорится не попробуешь не поймешь поэтому увы и ах нам приходится покупать пробовать продавать снова покупать пробовать продавать каждый ищет комфорта я думаю каждый адекватный человек ищет комфорта везде и стремится найти максимальный комфорт для себя люди находят люди находят кто во что гораст конечно но тем не менее и опять таки что я хочу сказать все же познается в сравнение поэтому когда я катался на c17 мне казалось но класс класс но когда я сел на шурика мтб шку с кожаным бруксом я понял что класс то он и не совсем-то и класс то есть до комфортно но по сравнению с чем со стоковым конечно но кожаный брукс по сравнению с 17 уже сми гораздо комфортнее гораздо приятнее на нем катосить и совсем другие ощущения все ребята наговорил информации более чем достаточно я считаю хотел вкратце но как всегда возможно затянул посмотрим на монтаже желаю вам ребята хорошего настроения несмотря на всеобщую ситуацию в мире почаще бывайте на свежем воздухе это и для здоровья полезно и когда повышает эмоциональный наш фон повышает наше настроение находите радости в мелочах находите радость в природе пребывайте в здравии и в позитиве подписывайтесь на канал с вами был серго до новых встреч и пока